Три года на передовой и очередная пятая ротация. 32-летний Андрей Кондратюк в 2014-м пошёл на фронт добровольцем, а после демобилизации продолжил службу на контрактной основе. В составе нацгвардии боец оборонял Пески, Попасную, Славянск. Потому как я не хотел, чтобы с Харьковым случилось то, что и с Донецком. Когда оставалось до Харькова уже 40-50 километров, но я счёл свой долг, я присягу давал украинскому народу, поэтому и пошёл. Андрей Кондратюк в числе 200 бойцов, которые принимают участие в жеребьёвке на владение земельными наделами подсадоводства в Старом Салтове Волчанского района. Как будет использовать участок размером 12 соток, боец уже определился. У меня дочка три годика растёт. Хочу какую-то дачку построить, чтобы можно было летом ездить. Я сам вырос. Отец у меня ветеран МВД. Возил нас всё время тоже. Дача у нас была. Хочу, так сказать, продолжить родительские. Старый Салтов – наиболее удачно расположенный дачный посёлок в Харьковской области и 15-й по счёту населённый пункт, рядом с которым выделяют земли для военных. Это наш, скажем так, 15-й будет садовый кооператив в Харьковской области. И один из самых крупных будет относиться, потому что, я думаю, там площадь позволять будет и дорезать ещё в будущем, добавить количество земельных участков. Место, скажем так, ну все знают посёлок Старый Салтов, скажем так, место зона отдыха. Поэтому, я думаю, одно из самых благоприятных мест для размещения садового товарищества. По словам представителей Госгеокадастра, раздача земли в Харьковской области ведётся на протяжении двух с половиной лет. За это время земельные участки получили более четырёх с половиной тысяч военнослужащих. Из них почти три тысячи бойцов имеют документы права собственности на владение землёй. За добросовестное и эффективное использование должностных обязанностей начальнику Госгеокадастра в Харьковском регионе представители спилки в Итаране ВАТО вручили почётную грамоту. Ирина Сайко, Юлия Семененко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».